всем привет мои хорошие в этом видео я вам хочу показать готовы готовую работу которую лежит у меня очень давно весной по моему я вязала из остатки кокетки 2 штуки кто со мной давно знает это у меня пряжа пела сто процент хлопок я из этого пряжа себе вязала кардиган у меня есть мастер-класс кому интересно смотрите тоже на бед очень красивый модный кардиган вот и осталось остаток честно говоря до шитя юбки не додумалась что этот свесить ну я уверена что здесь где-то то 50 грамм даже 50 нету потому что если целый моток у меня было я бы обязательно сдала у нас магазине можно сдавать поменять если целый моток останется у меня она не целая была ну до 50 40 7 грамм может или 40 грамм даже я вязала сверху вниз как всегда реглан сверху здесь я сильно описание что-то не оставляю вообще-то я когда остатки вяжу это это как идея вам подаю и ничего более поэтому не знаю описание не оставляю здесь обычно ничего я такого не делала реглан сверху набирала обычную классическую набор на рекламные линии через ряд делала дырочки делала вот 2 петли рекламная линия после подреза сразу видите вязала платочные тоже внизу пуговки у меня рабочие росток есть немного укороченные виды делала вот все вроде бы хорошо для девочки все хорошо сначала думала какой-то хребешный материал делать это естественно на подарок и я хотела делать хребешный материал какой-нибудь магазине как не смотрела что-то подходящий не не нашла потому что там более хребешный материал более грубовато это или от цвета или от пряжи пряжа более нежной получилось у меня поэтому никак не совпадало один к другому я решила взять фатинь только я как начинала сшить что мне я на раньше кто со мной давно я рассказала что у нас рядом дома этот девушка секрет я открыла себе магазин детскую еще пять лет назад по моему я вот такие кокетки разные вязала очень много и юбки вот вышила и она хорошо продала теперь этот магазин нету я не продаю и у меня время нету не и факт не в этом я хочу рассказать что у меня машин на машинке хотя машинка современная ну непрофессионально и там оврл оврлок нету а без оврлок такие вещи как бы не очень удобно не сшить там есть зигзаг когда я на продажу сшила и вместо оврлока использовала зигзаг да а сейчас каким-то образ чудесным у меня зигзаг не работает вообще поэтому этот раз как-то выкручивалась как могла я ничего страшного это как бы безобразно у меня не получилось могу так тоже показать вот смотрите вот я так решила чуть-чуть делать это очень мягко ребенку ничего не мешает просто на продажу надо более наверное неправильно делать хотя бы да поэтому подводила машинка без оврлока нормально вот и я решила взять фатин а внизу у меня сатин получается что на ребенка это сатин натуральный материал очень приятно к телу очень мягко как будто для этого есть и цвета как бы мне тоже как как по мне очень даже сочетается и получилось у меня не просто платья получилось про платья для принцессы маленькую ну я наверно так и буду называть чтобы у меня уже много плать чтобы отличать как раз это для маленьких девочек которые спокойные у меня как раз родственница есть такая она очень спокойная девушка одна есть неспокойная вот и вот эту неспокойно наверное это не пойдет такая платья но она более это подвижная а то который буду подарить очень спокойная очень равномерная девушка как раз это платье вот юбку я сшила вот эту который подклад я сшила полу солнце ключ это я по памяти у нам школе учили до полу солнце плюс чтобы здесь грубовато не было если просто квадратный взяла и те этот собирала на этот на сборку делала мне казалось бы грубовато было поэтому я полу солнце этот краила а фатин уже просто собирала и у меня фатин смотрите обращайте внимание очень мягкий я самую мягкую взяла мне сильно пачку не надо было делать объем чтобы было мягкая и удобно красиво для ребенка вот это и работа я очень довольна если бы у меня зигзаг работала еще довольны было хочу сказать что здесь тратила где-то то 50 грамм всего лишь пряжа на тройке вязала еще хочу сказать я пилу всегда пацинова на тройке вяжу вот еще хочу параметры сказать что вы сами судите на какой ребенку это можно одевать вот спокойном виде как и кокетка 25 это то есть 50 это не маленький я считаю рекламная линия вот тоже 25 смотрите рукава 12 юбка вот тут отсюда у меня юбка юбка целиком с фатином да надо считать не подклад извините юбка 35 у меня а общая длина платье вот смотрите неплохо 54 вот на 40 грамм пряжи и немного совсем на матери я тратила конечно много этого маленький кусочек я считаю что очень даже добротная красивая и не совсем маленькое платье получилось я очень довольна вот хотя вязана из остатков не стыдно кому-то отдать или даже продать если красиво сшить да и остатки нету зачем такие мелкие глубокие чтобы валялись и кому подарить и я думаю будут они очень рады я решила не отсюда шить ими обращайте внимание вот вот отсюда сшила как будто это юбка и кофта вот выглядит я потом фотку тела и на ребенку конечно нет кстати мне написали можно на ребенку делайте а лицо не показать ну это мои новые родственники я даже это пока не могу сказать когда придет это время что могу так фоткать для вас буду фоткать я тоже очень хотела бы не фоткать и для девочек вещи очень много вязать но у меня мальчики что делать вот мои хорошие еще одна готовая работа есть скоро буду шить второе платье у меня сейчас вяжется черное платье и моя мой топ красный скоро красный топ тоже будет и много много чего этот процессах есть буду начинать и вам показать вяжите как я вяжите еще лучше всем пока до новых встреч